Попытки создать в Израиле настоящий цирк не прекращали с начала Большой Алии. Вот и теперь группа энтузиастов из Аждода работает над настоящей цирковой программой. На представление пришла Людмила Зузовская. Повторение мать учения. Тем более в цирковых пассажах с Ренским колесом. Чуть забылся, расслабился, оно тебе такой фортель подкинет, мало не покажется. Та же история с кубиком для жонглирования, того и гляди сорвется с орбиты. Но циркачи, акробаты, жонглеры и эквилибристы местного разлива тоже умеют держать марку. Не хуже гуттаперчевых китайцев. Пока по нашим городам и весям гастролировали китайские эквилибристы, иллюзионисты, воздушные гимнасты и акробаты. Как-то незаметно подросла и окрепла отечественная цирковая порцель. Один из таких молодежных коллективов на этой неделе начинает праздничные выступления в стране. Так что сакраментальный вопрос, куда уехал цирк, нынче не актуален. Он никуда и не уезжал. Просто юные израильские актеры годами набирались опыта у цирковых метров, репатриантов из бывшего союза. Затем оттачивали мастерство с опытными тренерами, акробатами, гимнастами. Увы, не по лекалам хорошо прокрученных китайских цирков. Я бы не говорил, что мы по следам идем, потому что мы показываем другое направление цирка. Поэтому они нам в принципе не конкуренты. Они представляют классический цирк, который все любят, круглая арена и отдельные номера. У нас театрально-цирковое представление. Есть тема, есть лихо закрученный сюжет с красными шарами, мыльными пузырями, летающими рыбами, феями и талантливыми солистами. Воздушными гимнастами, канадоходцами, акробатами, эквилибристами на тростях, жонглерами и гуттаперчевыми девочками. У нас очень сильный уровень физически. Плюс мы работаем с хорошими учителями. У нас есть два хореографа, у нас тренер по гимнастике. Все вот это вместе собирается в эту картину, которую мы показываем. 13 лет шел к своему сольному выступлению том, маэстро Ренского колеса. И также капля за каплей все остальные. Пока не получилось, не состоялась большая цирковая программа, с которой не стыдно выйти на большую сцену. Я экстрима люблю, так сказать. Мне нравится, когда мне хлопают. Вообще, я люблю на сцене выступать. Едва стартовав, это цирковое шоу уже набирает полные залы и вызовы на бис. Не случайно к юным звездам присоединился один из лучших в мире жонглеров на катушках, американец израильского происхождения Бернард Хазан. Обычно проводивший весенние праздники на гастролях по Европам и Америкам, на этот раз маэстро выступает на родине. В Израиле нет настоящей цирковой культуры. Но есть такая очень талантливая и сильная группа артистов. Пусть без своей палатки Шепито, пусть пока без дрессированных животных, но такого представления в Израиле еще не было. Это настоящий цирк с ярким сказочным сюжетом. Пока вместо хищников надувные рыбки, вместо традиционного конферансье шпрехшталмейстера лихо закрученный сюжет, вместо арены Шепито концертный зал, вместо гуттаперчевых китайских акробатов свои крутые ребята. Зато это цирк, сделанный в Израиле. Людмила Жизовская, Игорь Горелик, служба новостей 9 канала.